Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер-Сити. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребята, если вам понравились данные ролики, которые на моем канале, не поленитесь, подпишитесь, вам не трудно, мне будет очень приятно, тем более нам немножко осталось до 1000 подписчиков. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, летсплеи на ютубе, буду рад вас всех там видеть. Ну что же, у нас стартовал Новый год, у нас пришли те игроки, которых мы подписывали, как вы уже увидели по новостям, это Лаутаро Мартинес, команду мы, если я не ошибаюсь, в прошлом выпуске вот такую вот собрали, вот, поэтому мне просто интересно сейчас, как все-таки будет сыгрываться наша команда, потому что, ну действительно, Лаутаро Мартинес был приобретен, все-таки, наверное, уже больше на замену Варди, но из-за того, что Варди тоже такой же рейтинг, как у Лаутаро Мартинеса, я Варди на еще некоторое время вот оставлю, пусть у него там немножечко, если рейтинг будет падать, мы тогда уже будем искать ему альтернативу на трансферном рынке, так что, мне кажется, вот главное наше приобретение сейчас это вот как раз Лаутаро Мартинес. Ну что же, начинаем мы с матча выездного, играем мы против Саунгемптона, давайте посмотрим, на каком месте они сейчас идут, но Саунгемптон сейчас идет на 18-й строчке, они борются за выживание, так что надо будет постараться их обыграть, сейчас посмотрим, кто у нас в форме, кто нет. Ну что же, вот Саунгсу, мы сразу видим, и сыграет, выйдет Канате. Вместо Ангелиньо, Ангелиньо, как угодно, тоже, кстати, наше новое приобретение. Я вот даже не знаю, ну пусть Фуч будет на поле, нам благодаря Фуча добавляется командный дух, там все такое. Ну и все, а вот эти парни, кстати, после Барнса, Кнайт, Джеймс, Томас, Ихианачо, кстати, Ихианачо и Чудхури вернулись из-за аренды, поэтому мы их еще раз отправим, чтобы нам деньги за них, как бы, в оборот получить. Что же, вот таким составом мы выйдем, посмотрим на дебют Лаутара Мартинеса. Саунгемптон против Лестера, поехали. Итак, Сэд Мэри Стэдюм, Саунгемптон принимает сегодня Лестер Сити в рамках английской премьер-лиги, поехали. И все-таки мы пропускаем, перед самым перерывом, Инкс еще и забивает, очень обидно. Давайте посмотрим, из-под кого сейчас прошла вот эта вот атака. Ой, ну это вообще шестой номер, это у нас Канатэ как раз. Просто стоял, стоял, прессинговал и убежал. Ну и все, а мы пропускаем. Перед самым перерывом, теперь во втором тайме нам нужно что-то придумывать, естественно, будем идти в атаку. Минимальное поражение на выезде от Саунгемптона. Саунгемптон набирает три очка, которые для них были, наверное, больше важны, чем для нас. Теперь они будут стараться вылазить из этой зоны вылета, но мы действительно провалили этот матч. Лучшим стал Инкс, 7.5, у него оценка. После 20 туров мы все так же остаемся на девятой строчке. Итак, моя команда по Ундеру. Завершились переговоры по условию продления контракта. Теперь мы ему, во-первых, и понизили зарплату на 300 тысяч и подняли ему отступные на 12 миллионов. Вообще замечательно, все мы принимаем, продлеваем контракт. 300 тысяч нам возвращаются, что по фучу. Он хочет продлить свой контракт, но я не собираюсь с ним продлевать. Так, Ихианачо. Завершились переговоры. Так, у нас есть возможность. Тоже с Ихианачо мы понизили ему зарплату. Отступные остались все теми же. Ну, 300 тысяч снова же мы получаем. Чуть хуже. На 10 тысяч. Да, на 10 тысяч. Поднижаем ему мы зарплату. И там немножечко отступные на 100 тысяч ему подняли. Так, а вот и Хирст. Вот и Хирст. Который хочет поднять свою естественную зарплату с 32 на 184 тысячи, мы ему поднимаем. Вообще не понимаю. Но он вернется из аренды, мы его сразу же будем продавать. Так, у нас здесь предложение от Валериала. Они хотят купить у нас Орбана. Мы отклоняем. Я не помню, то ли мы его вообще бесплатно забрали с свободного агента. Так, а нам здесь уже скауты находят еще левых защитников. Бен Чилвелл, 25-летний левый защитник, очень хорошо вписался в реальной жизни в состав Челси. Но он, наверное, будет очень дорогой. Ну и Кайо Энрике из Монако, мне кажется, нет. Нам надо 80+. Поэтому нам надо просто сейчас продать игроков, чтобы получить за них деньги. Данила из Ювентуса за 18 миллионов переходит в Манчестер Сити. Ну, интересно. Так, и сейчас у нас, можно сказать, домашняя игра. Правда, на Village Road. Если не ошибаюсь, то это и есть стадион Эвертона. Поэтому как-то так. Играем Кубок Англии. По турнирной таблице сейчас они идут на две строчки выше. Но у нас с ними равенство очков. Поэтому две равные команды. Ну что же, давайте посмотрим и на состав Эвертона, и на наш состав тоже. Вот Ундер, мы видим, не будет играть. Выйдет Айозу Перес. Также, ну, Прайд. Хотя там Тилиманс у нас, так что пусть пока что все вот так вот и останется. Ну и давайте по Варде все-таки посмотрим. Придется, может быть, там потом Лаутар Мартинеса нам выпускать. Лестер против Эвертона. Поехали. Итак, Village Road. Лестер Сити против Эвертона. Кубок Англии. Важная игра. Поехали. Нули на табло. И сейчас я не знаю, либо дополнительное время, либо сразу же серия пенальти. Да, дополнительное время. Давайте я тогда сразу же выпущу Лаутара Мартинеса. Прайда. Ну, хотел бы, конечно, Ундера попробовать. Но вот увидим, что у него какие-то вот проблемы с командным духом. Финальный сесток. Сейчас у нас будет серия пенальти. Ну, по статистике доминация у нас была. Как и по ударам, так и по владению. Так что будет интересно посмотреть, как мы сыграем эту серию пенальти. Будем, естественно, все смотреть, чтобы это все-таки ответственный момент. Торопиться никуда мы не будем. Мэдисон против Пикфорда. Ну, напряжение-то нарастает с каждой секундой. Я даже не знаю. Давайте попробуем влево. Отлично. Отлично. Мэдисон развел Пикфорда. 1-0. Ну, сейчас надо, чтобы Шмейхель вытаскивал удар от Ришарлисона. Шмейхель у нас еще есть с капитанской повязкой. Отлично. Шмейхель угадал. Удар отбил. И пока что для нас все замечательно. Сейчас бы еще Байоза Перец забил. Увеличил бы наше преимущество. Но нет. Прямо рядом с Пикфордом пробивает. Я тем более на силу здесь пробил, чтобы был какой-то шанс. И вот Джеймс. Хамес Родриес. Отлично. Шмейхель тащит и второй удар. Эвертона все замечательно у нас пока что. А вот и Лаутара Мартинес. А вот и Лаутара Мартинес. Получится ли у него сейчас. И отлично. Пушечкой своей. Здесь именно я на силу пытался. Лишь бы не выше никуда. Точно в створк. Кэльверт Люин. Но нет. Здесь развел. Здесь уже развел. 2-1. Ну и сейчас. К мячу подходит Диди. Но нет. Но нет. И сейчас Эвертон может сравняться. Если забьет Алексе Бобби. И нет. Разводит. 2-2. Вот так вот. Мячу подходит Праэт. Отлично развел 3-2. И сейчас вся надежда на Шмейхеля. Последний удар. Дукуре подходит к мячу. И отлично. Шмейхель. 3 удары из 5. Шмейхель отбил. И помог Лестеру пройти дальше. В следующий раунд Кубка Англии. Замечательная победа по серии пенальти. Немножко нам, конечно, не повезло и с ударами, когда мы пробивали. Вроде неплохо так начали. Два подряд забили. Потом что-то вот пошло. Ну а я теперь стал лучшим игроком. 7-0 у него оценка. Итак, ну а следующим нашим соперником, как я вижу, это будет Манчезер Сити в четвертьфинале Кубка Англии. Итак, из спортинга в арсенал переходит Эдуардо Кварежма за 9 миллионов. Так, вот и пошли, наконец, наши вот предложения по трансерам. Джеймса хотят купить в Стоксити. Мы, естественно, сейчас попробуем чуть побольше запросить. Ну а Ихианачу хотят, кстати, взять в аренду на полгода в Лейпциг. Поэтому мы сейчас тоже попробуем. Денежки нам нужны. Не так уж там нам и многих не хватает на левого защитника нового. Но все-таки денежки лишними не будут за аренду. Тем более вот 3 миллиона мы получим за Ихианачу за полгода его аренды. Так, а я же могу сразу тогда зайти. Так, я вот хотел подписывать до Тирни. Ну я не знаю, сколько у нас там получится-то. Где-то вот так, на 3 года давайте. Вот так вот еще ему контракт бахнем. Все, будем дожидаться. Надеюсь, там накопится у нас и арсенал согласится. Итак, мы сейчас играем против Челси. Они идут, наверное, там на первом месте, естественно. Правда, проиграли они 3 раза уже успели. Вот. У них там минимальная лидерство над второй строчкой. Мы играем еще и дома. Будем стараться. Обыграть Челси. Что у нас по игрокам? По их готовности. Вроде все замечательно. Я даже Орбана, наверное, могу выпустить. Наверное, вместо Гомеса дадим отдохнуть. Все, вот таким составом мы выходим. Ничем практически там сильным не изменился от матча с Эвертоном в кубке. Только вот Лаутар Мартина сегодня выйдет в старте. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Домашний стадион Лестер Сити. Мы принимаем сегодня Челси. Первую строчку в английской премьер-лиге. Будет очень трудный для нас матч. Поехали. Мэдисон замечательно на перехвате. И Лаутаро Мартина забивает свой первый гол в английской премьер-лиге. Ворота лондонского Челси. 12-я минута. 1-0. Ну, очень сейчас замечательно. Мы отыграли в этой атаке. Отобрали мяч, перехватили и наказали Челси за их ошибку. Вот, смотрим. Мэдисон. Перехват. Отдает на Ундера. И Ундер на Лаутар Мартина, который с левой ноги пробивает. Отлично. Пробил. И с подчетырнадцатого номера. Это Лостус Чик. Как я понимаю. Ну, и в касании быстренько все. И Кабалеро на воротах пропускает этот мяч. И все. 1-0. Лестер повел в матче против Челси. Вот такого исхода даже я не ожидал. Ну, замечательно. Буквально идентичная атака. Сейчас и Челси нас наказали. И заказали, наверное, тоже. Наказали за нашу ошибку. Очень обидно. И Тэми Абрахам забивает. 1-1. Недолго мы, естественно, радовались. Буквально вот с центра поля начали разводить мяч игроки Челси. И все. Сразу же мы пропустили в первой же атаке. И как сейчас вот это вот просто прошло. Где были все защитники. Это было без офсайдной тем более. Тридцать девятая минута. Абрахам забивает дубль. Давайте еще раз посмотрим. Почему Суинцу-то сейчас прям не отыграл? Ну, а здесь Шмейхеля просто разобрали. Одним касанием мяч он обработал. Вторым просто, можно сказать, перебросил Шмейхеля. 2-1. Хоть и вели мы по ходу этого матча. Не дожали. Дожал нас только Челси и Тэми Абрахам. Ужасная игра была вот в обороне. Два вот этих пропущенных мяча. Меня просто вот разочаровали. Единственное, кстати, наш был вот этот удар в створ. Значит, просто повезло. 7.5 оценку Абрахама. После 21 тура мы все так же на девятой строчке. Так, что по моей команде. А также Кнайта у нас, я так понимаю, хотят купить. Тогда вообще все замечательно. У нас должно хватить денег на Тирни. Тоже немножечко попробуем стоимость. Ну вот, как раз компенсацию. Согласится ли Весбромвич. Так, Джеймса за 750 тысяч Сток Сити у нас покупает. Замечательно. Томаса за 712 Нотингем Форест. Ну и Хианачо за 3 миллиона 800 тысяч берет в аренду РБ Лейпциг. Все замечательно. И что у нас здесь? Смотрим. Наши переговоры провалились. То есть, значит, мы ужасно какие-то предложения дали по Тирни. Ну и что? Придется теперь его удалять отсюда. И, 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 и. Я даже не знаю, а кого нам здесь остается-то покупать. Регелона. Готов ли он сейчас будет перейти? Денег у нас, кстати, вот так вот хватит. И вот так хватит. Поэтому давайте попробуем за 15 с половиной подписать Регелона. Вот, мне кажется, ну, он должен что-то из себя вот показать. Чилл, наверное, очень дорогой там, да. У нас в два раза меньше бюджет. Поэтому пока что вот так вот все мы и оставим. Так, ну у нас сейчас, если не ошибаюсь, последняя игра на сегодняшний выпуск. Да, так и есть. Ни разу мы, кстати, не победили. Вот только Эвертон по серии пенальти в основное время ни разу. Поэтому сейчас мы играем против Вестхэма. Они идут. Они идут, но там далеко, наверное, внизу. На 14-й строчке. Поэтому мы должны постараться их обыграть. Хоть и играем мы на выезде сейчас. Состав у нас на ваших экранах. Я не знаю, а кого здесь вообще можно другого выпускать. Давайте Канате. К тому же Орбана. Дадим отдохнуть. Вместо Нидиди. Выпустим мы Минди. Барнца вместо Мэдисона. Ну и Варди. Попробую выпустить в старте. Посмотрим, может быть, что-то из этого вот выйдет. Уэстхэм против Лестера. Поехали. Итак, Вестхэм Юнайтед принимает Лестер-Сити. Мы в Лондоне. Лондон Стэдиум. Английская премьер-Вига. Последний матч в сегодняшнем выпуске. Поехали. И мы пропускаем. Я просто сейчас сидел, молчал. Но вот это вот прошло бы серьезно. Передача с центра поля. Защитник непонятно как сыграл. И вот здесь еще один навес. Как здесь шмейхель-то не вытащил. Просто перед ним мяч пролетает. Нам забивает Антонио. Никто у нас не остался на подмоге. Лаутару Мартинес. Лаутару нет. Он снова не забивает. Все. Третье поражение наше подряд в английской премьер-лиге. Было куплено. Вот. Лаутару Мартинес. Очень дорогой центральный нападающий. И в мире. Тем более им там Барселона интересуется. Подписали его мы. Подписали Гомеза из Ливерпуля. Тоже хороший центральный защитник. Все мы буквально вот укрепили. И нападение, и защиту. Но вот только начали мы проигрывать из-за этого. Я думал сейчас мы действительно пойдем наверх. Ну а здесь вот так вот все у нас происходит. Опускаемся мы уже на десятую строчку. До четвертого места у нас 11 очков. Которые я не знаю как и что нам с этим делать. Но будем стараться. Главное чтобы нас действительно вот не уволили. Так. Болельщики недовольны тем как играет Анхелиньо. Мы поэтому еще и покупаем одного левого защитника. Томас перешел из Лестера в Ноттингем. И Хианачо отдан в аренду. Поражение от команды Вестхэм. Вот такие вот у нас новости после матча. Так. Регелона согласны нам продать Тоттенхэм за 16 800. Отлично. Мы его подписываем. Все супер. Денег у нас вообще теперь не осталось. Ни на что и ни на кого. Так. Что у нас здесь мы смотрим. Прайта хотят купить во Фрайбург. Пока что нет. Отклоняем. Фуча мы продлевать. Но теперь вообще получается не будем. Вот. Мы ждем когда его подпишут кто-нибудь. Кнайта мы продаем в Вестбромич за 1 200 000. Вот у нас хоть какие-то деньги остаются. Так. Ну что же. И смотрим. Теперь. Смотрим. Отдали мы в аренду. Так. Ну мне кажется теперь-то нам надо голкипера другого. Потому что ну фуча мы как бы заменили. Вот теперь мне кажется можно и голкипера другого подыскать нам. Потому что ну Шмейхель тоже иногда не в каждом матче там вывозит. Поэтому мне кажется вот голкипера было бы у нас разумное решение взять. Итак. Регелон уже на нашей базе. Произошло подписание. Он уже перешел. Поэтому в следующем выпуске мы его уж точно. Я надеюсь увидим. Вот. Ну что же. Анхелиню и Регелон. Два левых защитника которые пришли к нам в зимнее трансферное окно. Надеюсь укрепим. Тем более болельщики недовольны тем как играет у нас Анхелиню и Регелон. Это повыше даже рейтингом. Он у нас будет как бы можно сказать основным левым защитником. Анхелиню так на подменке. Пока что. Вот. Ну и тем более вот. Надеюсь болельщики будут довольны этим подписанием. Кнайт переходит в Эсбромвич. Телемант сможет перейти в Манчестер Юнайт. Вот такой слух прошел. Ну что же. На данный момент мы завершаем сегодняшний выпуск. Ребят спасибо всем большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это же данный цель. Друзья всем до свидания. Продолжение следует.